Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Есть возможность погружаться в ту книгу, которого, как автора, мы можем встречать на этих страницах, и, более того, Он дышит через них на нас. Тем более, когда мы касаемся тех событий, которые произошли в жизни Иисуса Христа на финише Его жизни. Автор вместе с нами проходит по этим этапам. Этапам жизни Иисуса Христа и на Его финишной прямой. Потому что вся Вселенная была сосредоточена на том событии, которое происходило на Голгофе. И у нас с вами сегодня есть возможность через века смотреть на это событие, на эту историю. Но она для нас также актуальна, как и для тех, кто был тогда свидетелями того, что происходило. И поэтому мы сегодня можем рисовать какие-то отдельные элементы той картины перед своими глазами. Почему рисовать? Потому что мы во многом можем сегодня составить картину из тех событий, или из тех культурных особенностей, которые были в том месте. И это для нас важно, друзья, подключить все, чем мы являемся. А это и наша память, это и наше воображение, мышление, это представление, это какие-то уже имеющиеся у нас образы внутри, для того, чтобы мы эту картину воссоздали, как из паззлов. Почему это важно? Потому что чем больше задействовано ресурсов внутри нас, тем больше наши чувства сюда тоже присоединяются. Тем больше наше естество как человека становится захвачено событием, о котором мы с вами говорим. Если мы рассматриваем какие-то события сегодня новостные, их много разных стрессовых ситуаций предлагается в средствах массовой информации. И многие люди потом об этом активно рассказывают друг другу, слышали, не слышали, задают вопросы, что-то об этом говорят, и таким образом воссоздают картину услышанного в своем воображении легко. Когда мы говорим об истории, связанной с жизнью Иисуса Христа, когда мы говорим о библейских сюжетах, которые реально для нас важны, как немногие люди упражняют себя в этом, чтобы погрузиться в картину исторических событий и посмотреть ее с разных сторон. Но я сегодня предлагаю вам это делать, потому что на самом деле мы можем оказаться сейчас участниками того, о чем говорим, когда все свои внутренние ресурсы мы туда направляем. То есть мы фокусируемся на том, о чем читаем, о чем размышляем, о чем говорим. И тогда, когда сфокусировано все наше естество, тогда наши переживания, они гораздо глубже, осмысления больше, и перемены внутри нас происходят более качественные. И многие люди, которые читают на поверхности, им кажется, что они все знают, потому что вроде бы как информацию ухватили, но не дав этому опуститься внутрь себя, подсознательно люди остаются на том же уровне, потому что всего лишь 5% информации остается в разуме, а 95% – это то, что в нас в подсознательном варианте нами направляет и нас регулирует. Поэтому если мы хотим кардинальных изменений, то надо дать проникнуть в себя тому, что является важнейшей информацией. Не тому, что нам средства массовой информации предлагают, а тому, что Бог оставил на все века под своей печатью и подписью. И поэтому здесь-то потрудиться и вникнуть в то, что мы прочитываем, и оказаться людьми, которые захвачены Богом. И тот текст, который мы с вами уже читали раньше, еще раз вам напомню, «Завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, земля потряслась, и камни расселись, гробы отверзлись, многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресеньему, вошли в Святой Град и явились многим». Это уже не первое занятие мы с вами просматриваем, потому что уж слишком сверхординарные события произошли в момент распятия Иисуса Христа. И нам важно не просто прочитать эти три строчки, а прожить их. Итак, друзья, когда произошло то, что мы сейчас уже прочитали, «Гробы открылись», то представьте себе события вокруг вас подобные. «Понятно, что гробы были немножко другие, а в основном они были в скалах и были завалены камнями, сейчас это все сложней, но как бы там ни было, все равно и камни было не просто отодвинуть, а они отодвинулись, и люди воскресли. И что это? Те, которых давно похоронили, те, о которых уже давно, так скажем, как в жизни на них не рассчитывали, вычеркнули из книги живых, и вдруг они воскресли. И зачем такое событие в момент распятия Иисуса? Я хочу, чтобы мы сейчас какие-то для себя провели важные параллели. Каждый знает, что такое потерять близкого. Человека, который ушел, кто-то как будто бы и по времени нормально пожил, и люди говорят, ну, он достойную жизнь прожил, и количество лет, и по качеству жизни, и все равно сожалеют о том, что его рядом нет. А если человек ушел совершенно неожиданно, если он ушел еще вообще в раннем детстве, либо в таком возрасте нежном и красивом, когда только жить надо начинать, и сколько трагедий мы можем видеть вокруг себя, когда люди страшатся подобной перспективы в адрес любого дорогого себе человека. Но Иисус таким образом показал, а у меня есть власть над смертью. У меня есть власть над ужасом гроба. У меня есть власть над той безысходностью, которую люди получают в момент смерти близких. У меня есть над всем этим власть, потому что я отдал свою жизнь до конца и сам прошел через смерть, чтобы теперь владеть ею, забрать ключи ада и смерти. И ведь на самом деле в этом прочитанном тексте есть интересная как бы раскладка, потому что с одной стороны мы прочитали, что вот завеса разодралась в момент, когда он испустил дух, гробы отверзлись, и многие тела ушел, усопших святых воскресли. Кстати, вот эта вот интересная добавочка, не просто воскресли кто-либо, а святые. То есть люди, которые могли достойно сейчас представить какую-то картину того, где они были. И для нас не осталось ни одного такого свидетельства, записанного в Евангелии, хотя это было бы достаточно интересно, если бы эти святые рассказали, а что же они там переживали, какие были с ними процессы уже после смерти. Понятно, что они сейчас опять умерли. Но что это было, когда они воскресли и вошли в град? Но вошли в город они по воскресению его. То есть значит не сразу, а какое-то прошло время. И вот что это за событие, когда одно заменялось другим? Что это за событие, когда одно сменялось другим? Это, друзья, для нас важно сейчас понять, потому что это не в истории, а это в современности имеет такое же важное значение. Первое, что можно сказать, у Бога все живы. Люди, которые вернулись в свои тела как святые после того, как Христос умер, они воскресли, потому что его, по сути, дух ушел в преисподние места, чтобы там еще и проповедовать. То есть вот это все в двух-трех строчках написано в общем-то несколько дней с одной стороны, несколько проекций, как внутренних, так и внешних. И еще это проекция на будущее. То есть для нас с вами. Потому что если мы понимаем, что это весьма трагичное состояние, когда мы говорим о могилах, то могила утратила свою силу, гроб утратил свой ужас, а смерть утратила свой трагический характер. То есть это сегодня для нас с вами весьма и весьма важно знать. И если вы до сих пор о ком-то печалитесь, о дорогом вам человеке, и он уже умер не один день назад и не два, а больше, то стоит об этом подумать. Что для меня смерть? Победил ли ее Христос? Либо я живу под печатью того, как жили раньше. Тогда, когда Христос ничего не сделал еще, когда смерть, она разлучала на века в сознаниях людей, когда уже ничего не изменишь, и куда человек уходит. Даже Соломон в свои размышлениях в книге «Экклесиаст» говорит о смерти, очень такие немножко странные вещи. Потому что люди говорили, исходя из своего опыта, и исходя из своей логики, а что же там будет за могилой? Будем ли мы там опять что-то делать? И вообще, возможно ли будет там как-то функционировать? Потому что исходили из того, что ограничены здесь телом, ограничены возрастом и временем. Но здесь мы видим, что все меняется с момента смерти Иисуса Христа. Изменилось так много, а тем более с момента воскресения. Итак, друзья, задать себе вопрос очень важно. Мое отношение сегодня к гробам и к смерти? Мое отношение сегодня к потерям тех близких, которые рядом со мной? Да, не могу сказать, что это пройдет легко и свободно. Мы люди, и у нас есть взаимосвязи, живые взаимосвязи. Мы привязываемся сердцем, душой, мы друг от друга во многом зависим. И как жить по-новому, когда человека не стало рядом, тем более, если он нес большую нагрузку в семье, или был, наоборот, предметом любви и заботы всех. То есть вот эти все моменты для нас лично для себя разобрать важно, но этот как раз путь, когда мы понимаем, Христос взял власть и контроль над всеми событиями. Поэтому придет момент, когда все воскреснут, придет момент, когда все соединятся, все встретятся. И у нас появляется тогда не просто надежда, а понимание, что моя-то жизнь, она также под особым вниманием небес, и мне главное пройти мое поприще до конца и достойно. Вот это, друзья, важно, достойно пройти свое поприще. И когда мы завершаем путь, то это не трагедия, что я завершаю путь, а это сезон. Мой сезон на земле заканчивается, значит, я перехожу туда, где меня ожидает тот, который дал мне право на воскресенье вместе с ним, который дал мне право на прохождение через завесу, потому что он ее разорвал. Он дал мне право подойти к святому святых и там живые отношения выстраивать с Богом. Все это для нас, друзья, должно стать очень хорошим, оптимистическим движением вперед. Поэтому не страшно, когда мы понимаем, что впереди будет какой-то переход. Да, он будет, но приди туда не с пустыми руками, приди туда с пониманием, что жизнь, она будет вечно продолжаться. Как многие люди, не знают, что сделать со своей жизнью сейчас, но хотят жить вечно. Вот это очень странный парадокс. Поэтому лучше сейчас своей жизнью правильно распорядиться, а в вечность прийти с плодом. И поэтому, когда мы проникаем в подвиг жизни Иисуса Христа, который ушел так рано, 33 года, но, с другой стороны, его жизнь, она так много поменяла и повлияла на все последующие, и даже не только последующие, предыдущие поколения. Потому что он прощает грехи прошлые, настоящие, будущие. У него все, все вопросы времени, все вопросы истории схвачены и под его контролем. Поэтому у нас с вами сегодня есть возможность и право изменить отношение к смерти. И так хочется, чтобы мы не просто, так скажем, жили в таком бахвальстве, знаете, что я ничего не боюсь, а я все пройду. Нет, я сейчас говорю о разумности тоже в этой сфере, но в то же время говорить, Господи, я знаю, что у тебя все живы. Я благодарю тебя, что с дорогими мне людьми мы еще встретимся. И я верю, что ты поможешь мне повлиять на сотни, тысячи, даже если позволишь миллионы людей, чтобы их судьбы изменились в вечности. Чтобы сейчас моя жизнь, она стала проводником и маяком среди той бури житейской, которой многие люди проходят и не видят света. Но пусть мой маяк для них всегда будет ориентиром, чтобы можно было принять место убежища под твоим покровом. Вот, друзья, в чем наша сегодня задача разобраться, что Иисус Христос взял власть над всеми гробами, над всеми мертвецами, над всеми событиями, связанными со смертью. А смертью смерть попрал, говорит апостол Павел. И тогда, когда он попрал смертью смерть, чтобы жизнь торжествовала, то нам нельзя с вами жить под печатью печали смерти. Если ты тот человек, который сейчас до сих пор находишься в печали, отдай Богу эту печаль. Скажи сегодня, Господь, забери от меня печальную одежду и одень меня в одежды торжественные. Потому что даже если кто-то ушел, дорогой для тебя человек, то это не значит, что твоя жизнь закончилась. Тебе надо свое поприще совершить. У каждого своя судьба, у каждого своя дорога. И каждому надо пройти ее до конца. Не свернуть, не остановиться, не повернуть назад тем паче, а идти только вперед. Итак, Господь разрушил силу и власть могилы, чтобы мы сегодня с вами не жили ни в каких трущобах, не жили ни в каких безысходностях нашего разума, нашего сердца и нашей души. И поэтому молитва, которую мы сейчас с вами совершим, она как о настоящем, того, что мы имеем из прошлого, что мы с этим делаем, так и о будущем. События могут встречаться разные на дороге. Но помните, есть жизнедатель, есть начальник, времени и начальник жизни. И все у него под контролем. Главное самим не предпринимать никаких неправильных шагов в адрес своей судьбы или в адрес тех, кто нам дорог. Небесный Отец, я благодарна Тебе, что у нас сегодня есть возможность проанализировать свое сердце и свое отношение. Каждый из нас имел на пути различного рода потери. Потери в виде близких, родных нам людей, которые были дороги и влияли на наши судьбы и как учителя, и как родители, и как те наставники, которые были очень и очень для нас большим благословением. Во-первых, я хочу Тебя поблагодарить за них, поблагодарить за то, что Ты нам дал на пути таких людей. Благодарю Тебя, что мы с ними не расстались навсегда, а мы будем иметь и встречу, и общение в вечности. И это будет на самом деле удивительной возможностью для каждого из нас, как преображение, как возможность погружаться в то, что для нас было до сих пор закрыто. Но я благодарю Тебя, что завеса разодрана, доступ во святилище и даже во святое святых открыт, и гробы нас больше не будут держать в печали, когда есть возможность посмотреть весело в будущее и сказать, Господь, Ты удивительный и благословенный Бог, имеющий власть над смертью и жизнью. И поэтому прими нас сейчас под свой покров и научи жить в радости, научи творить Твою волю и не останавливаться на том, чего мы уже достигли. И я благодарна Тебе, что Ты Тот, Который был, есть и грядешь. И в Твоем присутствии все меняется и преображается. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok